Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Большинство небольших рефракторов оборудованы довольно простенькой вилочной монтировкой, не очень удобной в эксплуатации. А вот японская компания VIXEN выпустила бюджетную модель на оригинальные азимутальные монтировки с механизмами тонких движений по обеим осям. Итак, герой сегодняшнего обзора телескоп VIXEN SPACE-I 70M. Телескоп подставляется в невзрачной картонной коробке. Распаковав ее, мы добираемся к красочной подарочной упаковке. Внутри находится литой пенопластовый блок, имеющий специальные ниши и полости под трубу, монтировку и остальные аксессуары. Такой вариант упаковки от VIXEN очень удобный в последующей эксплуатации. Для хранения и перевозки телескопа вам не понадобится дополнительный чехол. Штатив телескопа мало чем отличается от бюджетных моделей других производителей. Тренога штатива алюминиевая, имеет возможность регулировки по высоте и закругленные наконечники для надежной фиксации монтировки на месте наблюдения. А вот голова монтировки имеет ряд особенностей, выгодно отличающихся от конкурентов. Прежде всего, это использование стандартного фотовинта 1 с четвертью дюйма для крепления трубы телескопа, что позволяет устанавливать на монтировку другие фотопринадлежности или наоборот устанавливать трубу на другие фотоштативы. Кроме того, в отличие от других бюджетных моделей, для плавного отслеживания движения объекта монтировка VIXEN оснащена механизмами тонких движений по обеим осям, работающих по принципу возвратно-толкательного механизма. Благодаря такой конструкции монтировка позволяет наблюдать околозенитную область, что невозможно с большинством бюджетных вилочных монтировок. Монтировка удобна, но, увы, большинство деталей изготовлены из силумина, так что с затягиванием винтов важно не переусердствовать, так как силумин довольно хрупкий сплав. Оптическая труба телескопа очень симпатична и презентабельна. На белоснежном корпусе выделяется алый логотип VIXEN и большая черная бленда. Длиннофокусный 70-мм ахроматический объектив заключен в оправу из твердого пластика и имеет многослойное просветление. Большая бленда и диафрагма внутри трубы отсекают паразитные лучи и повышают контраст изображения. Реечный пластиковый фокусер телескопа стандарт один четвертью дюйма оставил не самое приятное впечатление. Качество материалов весьма хорошее, однако присутствует небольшой люфт, особенно заметный на больших увеличениях. Труба телескопа комплектуется обычным бюджетным искателем 5х20 с пластиковой оптикой. Кроме того, в комплект входит диагональное зеркало, дающее не перевернутое изображение и два окуляра, вполне качественный, хорошо просветленный 20-мм обзорный окуляр и бюджетный 10-мм окуляр с довольно мыльной картинкой. В собранном виде телескоп смотрится очень красиво и органично впишется в любой интерьер. Что же, осталось только дождаться темноты и провести тестовые наблюдения. Уже сразу после захода Солнца мы без труда обнаружили ярчайшую из планет, ближайшую нашу соседку Венеру. Представ 9-мм некомплектный окуляр, прекрасно различимым серпиком Венера чуть-чуть слепила глаза и переливалась всеми цветами радуги из-за атмосферной турбулентности. Солнце опускалось ниже под горизонт. На темнеющем небе следующим объектом стал Сатурн. Даже в небольшую 70-мм апертуру мы отлично рассмотрели кольца планеты и тень от диска на них. В моменты успокоения атмосферы боковым зрением различался и спутник Сатурна Титан. Ближе к полуночи высоко поднялся и царь планет Юпитер. Сразу же в глаза бросилась его свита. Четыре галилеевых спутника выстрелились симметрично относительно планеты. Но уже за полчаса наблюдений было заметно их движение друг относительно друга. На диске гиганта мы рассмотрели две экваториальные полосы и полярные потемнения. На Луне близкой к фазе третьей четверти в 9-мм некомплектный окуляр прекрасно смотрелось залитые застывшие лавой дно кратеров Платона и Архимеда. Лучистая структура вокруг кратеров Кеплера и Коперника. На изрытой метеоритной бомбардировкой южной части нашего спутника контрастно выделялись знаменитые кратеры Тихо и Клавий. Самые благоприятные впечатления оставил Vixen Space I-70 и при наблюдениях на малых увеличениях. Точечные звезды и практическое отсутствие хроматической аберрации телескоп показал даже с комплектным 20-мм окуляром по звездной россыпи двойного рассеянного скопления в Персее. Яркая диффузная туманность Ориона также прекрасно показала себя в этот небольшой телескоп. Достаточный контраст и довольно хорошее проницание позволили отлично рассмотреть темные газопылевые облака на фоне ярких крыльев туманности и знаменитую трапецию кратную звезду в центре. Подводя итоги отметим вполне достойные оптические качества объектива и 20-мм окуляра, оригинальную монтировку с механизмами тонких движений, стильный внешний вид телескопа, красочную и удобную упаковку. Отрицательную оценку получает 10-мм окуляр, который дает немного мыльную картинку, однако это присуще комплектным окулярам всех производителей. Некоторых нареканий заслуживает и пластиковый механизм фокусера с заметным люфтом, но при определенном навыке и сноровке это не повлияет на качество картинки. Несмотря на мелкие недостатки, телескоп Xen Space Eye весьма достойный. Объектив строит четкую и контрастную картинку, но при этом общий уровень изготовления и оформления также высок, это делает его прекрасным выбором на подарок ребенку или начинающему любителю астрономии. Несмотря на мелкие недостатки, телескоп Xen Space Eye весьма достойный. Объектив строит четкую и контрастную картинку, при этом общий уровень изготовления и оформления также высок. Это делает его прекрасным выбором на подарок ребенку или начинающему любителю астрономии. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!